МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стена рухнула, людей выселяют. За 24 часа выселяют. Так зеленодольские будут решать жилищную проблему. Анна Городнова. Весна близко. Становится невозможно. И это на протяжении каждого года. Как городские службы, готовя дороги к весне, расскажет Олина Бережная. Незваные гости. Уж сильно голодные кабаны. Они тоже стараются вдоль дорог искать выброшенные пакеты с составленными отбросами пищи. Почему лесные жители все чаще выходят ближе к человеку? Динара Камалова. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в торговом центре. Пожар в пятиэтажном торговом комплексе «Зимняя вишня» в минувшее воскресенье унес жизни 64 человек. Десятки в больницах. Есть и пропавшие без вести. Напомним, пламя охватило площадь более полутора тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Это один из самых крупных пожаров в стране за последние несколько лет. Рустам Миниханов направил сегодня слова соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Огромной болью отозвалась в наших сердцах весть о страшной трагедии, произошедшей вчера в торговом центре в Кемерово. Ужасное известие о гибели множества людей, детей не оставило равнодушным ни одного татарстанца. Мы скорбим о тяжелейших безвременных смертях, о малышах и школьниках, чья жизнь оборвалась в самом начале от тех, кто потерял в том пожаре частицу своей души, самых дорогих и любимых людей. Прокуроры и спасатели пойдут по торговым и развлекательным центрам. Сегодня в Генеральной прокуратуре России поручили надзорным органам во всех регионах страны провести проверки в таких зданиях на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Во исполнении поручений первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокуратура Татарстана с привлечением территориальных органов МЧС России проведет проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Проверки пройдут во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Также ряд СМИ сообщили, что в сгоревшем в Кемерово торговом центре могла находиться казанская школьница и 71-й гимназии. Но, как нам сообщили в заведении, это не их ученица. Отметим, что тема пожара сегодня стала одной из главных на аппаратном совещании в набережных Челнах. Мэр Автограда поручил проверить местные торговые центры и места массового пребывания людей на соблюдение пожарной безопасности. Просьба соответствующим образом отреагировать, еще раз провести профилактическую работу. У нас тоже немало развлекательных центров, немало мест массового пребывания детей и взрослых. Уже начались каникулы, да? Начинаются каникулы. Начались. В Казани в минувшее воскресенье эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров «Тандем» и «Кольцо». К месту прибыли все новые экстренные службы, здания цепили и обследовали. Спустя несколько часов оба торговых центра продолжили работать в обычном режиме. Как сообщили в МВД, причиной эвакуации стал звонок неизвестного мужчины. Он сообщил, в торговых комплексах находятся бесхозные сумки. Проверка показала, что никаких сумок не обнаружили. В ходе оперативных мероприятий личное звонившее было установлено. Он был доставлен в отдел полиции. В настоящее время выясняют все обстоятельства, причины, погодившие его совершить данный поступок. Что в приоритете? Завод, то есть экология или общественное мнение? Жители сразу трех микрорайонов Казани, Салават Купере, Радужный и Осинова, провели сход граждан на повестке. Несколько вопросов. Главный протест мусоросжигательному заводу с места событий, а также с мнением экологов. Рамиль Шайдулин. Как вы к этому относитесь? Скажите свое мнение! Мы против! Эта встреча в Салават Купере собрала почти 500 человек. В начале мирный сход, к середине страсти накалялись, но и разошлись. Они так же быстро, как и собрались. У этой встречи свои организаторы, свои молчаливые наблюдатели и свои так называемые крикуны, которые в основном и управляли сходом. 10 километров по дороге и вдвое меньше, если по прямой и последствии горение от завода, а следом и запах. Опасаются жители, до них будут доноситься постоянно. Здесь не знают, каким будет состав и какие от всего этого будут побочные эффекты. У нас и так экологически очень серьезный здесь объект. Есть Оргсинтез, ТЭЦ рядом, мусоросжигающий завод, это будет слишком. Это будет крематория для всех жителей. Однако жителям готовы возразить профессиональные экологи. Их не проведешь. Они понимают, власти на такой риск бы не пошли. Слишком дорогой и стратегически важный объект. Если завод построен правильно и грамотно, ущерба, и я консультировалась и с медиками тоже по этому вопросу, ущерба для здоровья не должно быть. Отсутствует прямое горение. Отсутствует выброс недогоревших газов. Я еще раз возвращаюсь к полигонам. Вот на полигонах происходит то же самое с точки зрения химии, физики. Такое же горение, как в печах. Но здесь это все улавливается и очищается. Пример полигона – история Волоколамска. Годами накопленный мусор начинает бродить и гореть. Это уже неуправляемый процесс. Этого и хотят избежать в Казани. Вот то, что мы увидели в Волоколамске, вот это и есть самосыровская свалка. Только таких по городам и весям России не десятки, а сотни. Я понимаю, что диоксины дойдут. Как альтернативу заводу жители Навстреча предлагают раздельный сбор и утилизацию мусора. При этом догадываются ли они, что путь к мусоросжигательному заводу не в качестве альтернативы, а в качестве обязательной стадии начинается с сортировки. И его татарстанцы должны пройти. Вопрос в том, как будут использовать. Вот здесь мы должны более конкретно контролировать. И самое главное – раздельный сбор мусора. Вот в этом вопросе мы должны очень четко и конкретно работать. По этому пути уже прошли такие страны, как Япония, Австрия, Швейцария, где мусор сжигают на заводах. Рядом с ними кафе, рестораны, гостиницы, а по самому заводу вводят экскурсии. И главное – завод не начнут строить, пока проект не пройдет все этапы обсуждения с населением. Президентом республики Татарстан поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Позиции руководства республики в вопросе внедрения новых технологий, средств в утилизации мусора сводятся строго к одной сути. Проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья татарстанцев. На публичных обсуждениях будет возможность задать все вопросы, и общественность может взять в свои руки контроль за качеством и безопасностью проекта на всех этапах его реализации. Рамиль Шайдулин, Андерсен Тальцев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Поднимали на сходе жители Салават-Куперей вопросы социальной инфраструктуры. Когда построят новую школу, откроют поликлинику, и мест в садиках будет хватать всем. Как скоро новый микрорайон столицы заживет полной жизнью? Об этом далее. Каждое утро ради дочерей Читафа из Рахмановых встает в 6 утра, чтобы успеть отвезти детей в садик. Он в центре Казани. И пока других вариантов нет, в детсад у дома устроиться не получилось. На маршрутку выходим, иногда вот с папой ездим. Как получается уж. Местные сторожилы замечают, новые семьи заселяются со скоростью много больше, чем движется очередь. Два детских сада есть, но они уже переполнены. Так что нам еще нужно как минимум два, и желательно съесть сильными группами. По данным Минстроя, до конца года в микрорайоне сдадут еще 10 домов. Будут строить и садики. Будет строиться еще одного садика на территории 7-8 квартала на 220 мест. Но школа и последующие вопросы садиков, это, конечно, перспектива 19-20 годов. Проблему дорог начали решать еще в прошлом году, но, по словам жителей, пока микрорайон обслуживает один автобусный маршрут. Пробка собирается, и мы... Ну, вот я уже год почти езжу по трассе, потому что через Тецовскую мы никак не можем заехать, приходится через Сухую реку ездить. То есть, и таких, как я, очень много. Как заверили в исполкоме города, вопрос пробок под контролем. Будут сделаны разворотные петли на Горьковском шоссе, для того, чтобы ликвидировать пробку на перекрестке с улицы Залесная. Значит, будет выполнено наружное освещение по улице Тецовская, для того, чтобы пустить общественный транспорт, чтобы автобусы ходили из Салавата Купюре. Значит, и будет выполнен ремонт двух улиц, которые позволят, минуя перекресток, самый проблемный, заехать в эти жилые комплексы. Проблему с дорогами здесь называют одной из первостепенных. Сегодня для ее решения составляется проект, и выбирается подрядчик. Радик Фархулин, Рами Шайдулин, Александр Лобанов, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». 24 часа на переселение. Письмо с таким требованием получили жильцы общежития Зеленодольска. Накануне там рухнула часть стены. В январе экспертиза показала, конструкции находятся в аварийном состоянии. Однако в программу аварийного жилья дом не вошел. Сейчас там проживает 137 человек. Сегодня с ними встретился глава Александр Тыгин. Что власти предложили, жителям расскажет Анна Городнова. После обрушения стены вход в подъезд перекрыли, а каждому жителю исполком разослал вот такое письмо. Освободить квартиры в течение суток. К такому исходу событий жильцы были явно не готовы. На разговор приехали сотрудники ЖКУ и полиция. Давным-давно могли бы это придите, и в течение месяца ищите себе жилье. Тогда ремонт должны были делать. Где ремонт, ЖКУ? Где ремонт? Кирпичное здание 67-го года постройки. По словам жильцов, жизнь здесь уже давно была небезопасна. Кап-ремонт только временно скрывал уже явные проблемы. Крыша протекает, вместо окон в коридоре фанера. Полы прогнили. Кто находится на третьем этаже, спокойно смотрели на четвертый этаж. Вот делали ремонт три года назад. Вот они что сделали. Каждый очень так текет. Вот, пожалуйста, акт санитарно-пределомничества исследования о том, что наш дом не соответствует единическим требованиям. Я этот документ, то есть такой же оригинал, я отнесла в администрацию. Но почему-то этот документ не приняли во внимание тогда. Видимо, ждали вот такого факта. В программу переселения за аварийного жилья этот дом не вошел. Однако в январе экспертиза показала строительные конструкции в аварийном состоянии. Но о переселении жильцов тогда речи не было. Уже после ЧП администрация предложила временно переселиться в санаторий поселка Васильево. Но уезжать люди отказались. Далеко от работы, садиков и школ. В полуразрушенном доме прописано 137 человек. 44 из них собственники. Остальные живут по соц. найму. Я останусь в городе, буду жить в этом аварийном доме до тех пор, пока мне не предложат город. Будем смотреть. Можно у нас рядом с первой школой где-то общежитие. Мы обманевленное жилье дадим. Понятно, да? То есть наш настрой, все что угодно, лишь бы он был комфортным. Мы же не сидим как собака на седне. В течение недели в доме проведут экспертизу, подлежит ли здание ремонту, реконструкции или сносу. Если проверка покажет, что здание восстановить невозможно, нанимателям предоставят равнозначное по квадратуре жилье. Как быть собственниками, вопрос пока не решен. Пока же жители остаются в квартирах, несмотря на то, что в течение двух дней здание отключат от коммуникаций. Анна Городнова, Андрес Интальцев, Рамзель Гарипов, Дамир Низамов, ТНВ, Зеленодольск. Сообщи, где торгуют суррогатным алкоголем, заработай 130 тысяч рублей. Так и поступил один из жителей Челнов. В 98 обращениях его жалобы подтвердились. За что он и получил вознаграждение. В городе вместе с ростом объема продаж растут и нарушения. Пить или не пить, аргументы взвесила Лина Зинатулина. Ну если, например, надо, мне, я все равно найду алкоголь. С алкоголем, в принципе, борьбы никакой нет. То есть после 10 продается в некоторых местах. Ну иногда и продают паленку, поча, а так нормально. Продажи после 10 вечера, отсутствие лицензии, бутылки без маркировки. В прошлом году в Челнах выявлено 400 фактов нарушений в сфере оборота алкоголя. Их становится больше, а вот штрафные санкции смягчаются. Теперь за первый грех, не повлекший вреда здоровью владельцам торговых точек, предупреждение. По выявленным нарушениям, общая сумма наложенных штрафов за 2017 год составила 2 миллиона 350 тысяч рублей. Что на 10 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. То есть, сами видите, все пиво хранится правильно по закону, то есть именно в той температуре, которая должна храниться. Это на первый взгляд. Некоторые в погоне за выгоды идут на нарушение закона. Так, Алексей Томилин свой магазин зарегистрировал баром. В итоге 21 жалоба, регулярные проверки и штрафы за продажу спиртного после 22.00. У нас и на вынос можно стоять, так же там стаканчики наливать, распивать. В принципе, нарушений-то и нету. Только то, что после 10. Взять на контроль нарушителей и подключить к решению проблемы все соответствующие службы. Такое поручение дал мэр набережных Челнов. Какие еще нужны полномочия? Ладно, у вас нет. У исполнительного комитета такие полномочия есть. Целый заместитель руководителя исполнительного комитета, управления торговлей, который этим вопросом занимается, носить предложение. Обращайтесь к прокурору. Может, он подскажет, какие меры необходимо принимать. Управление внутренних дел, значит, тоже должны вместе согласованно посмотреть. Ситуация на контроле исполкома. По итогам первого полугодия мэр Челнов намерен вновь выслушать отчет госалкогольной инспекции. Лина Зинатольевна, Алина Бережная, Эль Шатаюб, Фальберт Шифигулин, ТНВ, Набережная Челны. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Весна близко. Становится невозможно, и это на протяжении каждого года. Как городские службы готовят дороги к весне, расскажет Алина Бережная. Незваные гости. Уж сильно голодные кабаны. Они тоже стараются вдоль дорог искать выброшенные пакеты с составленными отбросами пищи. Почему лесные жители все чаще выходят ближе к человеку? Динара Камалова. Рустам Миниханов находится в краткосрочном отпуске. Он продлится до 1 апреля. Согласно Конституции, его обязанности в этот период исполняет премьер-министр Алексей Песошин. Целостность государства, сохранение региональной идентичности и миграционные вопросы обсуждают сегодня в Страсбурге. Там проходит Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. В нем принимает участие Фарид Мухаммедшин. Помимо участия в сессионных заседаниях, председатель Госсовета Татарстана планирует провести встречи с европейскими коллегами. Обсудят дальнейшее развитие регионального диалога Татарстана с партнерами на площадках Совета Европы. Шампунь для дорог и заплатки для ям. Дорожные службы Казани переходят на летний режим. Это значит, на улицах города появится 310 единиц спецтехники. После очистки от снега асфальт помоют специальным моющим средством. Также в планах столичных служб залатать ямы на особо опасных участках. Что весна водителям готовит, узнала Алина Бережная. Вот здесь на Лушникове всегда все разбито. Салават Купыревном районе, дорог нет, можно сказать. Пока ехали, от Юдина до сюда, кочки на кочки, яма на яме, зима прошла, все. Автомобилисты негодуют, снег тает, все дефекты дорог наружу. Так улица Волгоградская, здесь автолюбители уже преодолевают дорожные преграды. Каждую весну асфальт сходит вместе со снегом, и ездить становится невозможно. И это на протяжении каждого года. Улица Подлужная, заезд на мост Миллениум в Казани. Именно отсюда начнутся комиссионные обследования дорог. На самые разбитые придут дорожники. Большой ямочный стартует в начале апреля. На все 53 миллиона рублей. Суммы хватит на 40 тысяч квадратных метров дорог. Это как 57 футбольных полей. Ямочный ремонт, надо понимать, это временная мера. Это как временная поломба на зуб. То есть до основного лечения. Заделают только самые необходимые и самые острые места, которые влияют на безопасное дорожное движение. Встречащий весну готовится дорожная техника. К 15 апреля зимнюю спецтехнику переоборудуют в летнюю. Готовят и средства для мытья. Традиционно в этом году будут мыть дороги, убранные от снега, специальной жидкостью. Ее специально привезли из Перми. Всего заготовлено 250 литров жидкости. Этого объема хватит для того, чтобы промыть все дороги города. Перед нами стоит большая задача, чемпионат мира, огромное количество гостей. Главные гости, безусловно, наши жители. Их гости, которые они пригласят в Казань. И Казань хотелось бы, чтобы заполнилась идеальной чистотой, большим количеством цветов. Убрать весь мусор, покрасить детские площадки, отремонтировать урнные заборы с 1 апреля. В Казани весенняя генеральная уборка. На субботниках жил 160 тысяч казанцев. Особое внимание уделят городским паркам, зеленым зонам, территориям, учреждения образования и культуры. Лена Бережна, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Из нашего окна свалка снежная видна. С такой жалобой к нам в редакцию обратились жители одного из казанских домов по улице Можайского. Каждую зиму возле их многоэтажки днем и ночью складирует снег. Экологи каждый год выписывают штрафы. Сегодня все прошло не по такому сценарию. Почему предъявить претензии они не смогли, узнал Салават Мухаммадурин. Здесь самосвалы гремят. Ночью вот представьте себе грохот. Возят грязный снег с грязными реагентами. А потом мы это дышим? Здесь потом мы дышим всем этим. Зимой горы серого снега, летом болото отталых вод. Обращение в народный контроль, в администрацию камазам нипочем. Мы отписались тем, что приходили и смотрели, что там смотрели, и написали, что ничего не обнаружено. Однако швоз и ныне там. Что там будет у нас весной твориться, мы, конечно, это вопрос остается открытый. На место свалки мы вызвали экологов. По их словам, компания, которой принадлежит территории, оштрафуется уже пятый год подряд. На входе к месту складирования сегодня нас встретил заместитель генерального директора предприятия. Вы вызывали кто? Да, мы вас административно привлечили. И дело по тесна там прекратили. Административная комиссия после проверки заключила, на месте склада установлены очистные сооружения. Сейчас, когда начнем состояние, они через наши очистные сооружения очистятся, это вот дал, и уйдут. Установлены ли на самом деле очистные сооружения, проверить пока невозможно. Свалка по всему периметру ограждена забором. Но, судя по ее состоянию, снег действительно завозился сюда всю зиму. Сейчас экологи, чтобы попасть по ту сторону стены, намерены обратиться в прокуратуру. В этом случае мы будем обращаться в органы прокуратуры для совершения внеплановой выездной проверки. Проверить наличие очистных сооружений, и настолько они продуктивны, и насколько они очищают вот эти источные воды. Жителям же пока остается ждать, если не экологи, то лето точно покажет, установлены ли очистные сооружения. Всего только за прошедшую зиму в Казани обнаружено 37 незаконных свалок снега. Пожинает плоды такого складирования, в первую очередь, природа. Слава Тухмадулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Жители дома Сможайского о снежной свалке сообщили нам по телефону. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по номеру 570-5017. Идеи турецкой резиденции на берегу Среднего Кабана по большей части поддержки не нашла. Сегодня в Казани прошли публичные слушания об участке берега Средний Кабан. Было предложено эту территорию из парковой зоны перевести в рекреационную, ландшафтную. Местные жители с этим не согласились. Город объяснял это во благо, так как с новым статусом территории, возможно, стройки должны будут проходить через общественное обсуждение. Почему одни против, другие за, и что в итоге все подробности в нашем выпуске в 21.30. На опушке леса появились медведи. По селу гуляют голодные кабаны. Такие звонки мы получили сразу из двух районов республики. Из Мамадыша и Камского устья. В чем причина? Запоздалая весна или растет популяция животных? По тропам диких зверей прошла Динара Камалова. У меня колонок прошло. Встретить такие следы на опушке леса на границе с поселком Леспромхоз нередко. Если егеря знают, эту тропинку проложили кабаны. В поисках пищи они все ближе подбираются к жилью. Чтобы незваные гости не пугались, ельчан егеря ставят кормушки в глубине леса. Чувствуется, что нынче кабаны принесут потомство больше, чем в другие года. Потому что запаса жира было много, и они не голодные. Но если уж сильно голодные кабаны, то они тоже стараются вдоль дорог искать выброшенные пакеты. В лесах Татарстана за последние пять лет стало больше и косолапых. К нам медведи идут из Кировской области. В поисках пропитания наведываются на пасеки. И заборы не спасают, рассказывает Ильяс Менгалиев. Медведи частые гости его сладкого хозяйства. Если медведь сыт, он просто топчется рядом, голодные сладко обедают, грамя аулии. Столб вытащил, опрокинул, зашел, раму взял, покушал и все, ушел. Забор медведя не преграда. Косолапый боится шума, говорят пчеловоды. Поэтому на пасеках круглосуточно играет радио. Этот метод действует и в этом сезоне. Правда, активничать медведи начнут не скоро. В лесу еще и земля не выйдет, он все равно уже выйдет из Берлоди обязательно. Будет возле Берлоди, все равно и крутится. Чистится будет, опорожняться, он все зиму не опорожнялся. Позже остальных проснутся самки. За зиму многие из них стали мамами. Егеря говорят, прослойкой жира к салапам хватит на месяц спокойного существования. Динара Камалова, Марат Зайдулин, ТНВ, Мадожский район. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Сейчас о спорте, о погоде. Я прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. До встречи. Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань Оргсинтез» – сила традиций. Сейчас или дороже. В марте купите автомобиль «Ниссан» с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните. Четыре пятерки, три единицы. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. «Иномарка за гроши» в автоцентре «Марка». Спеши. В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони. Четыре пятерки, три семерки. Внимание! Рейсовый автобус по маршруту «Лейногорск-Казань-Лейногорск» осуществляет отправку с города Казань с автовокзала «Южный» в 17 часов ежедневно. Ты видела, какой, Ленка, фасад сделала? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Санаторий «Чувашия». Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йододефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. Сенсация! Пишите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Виеста». Казанская ветеринарная академия приглашает на день открытых дверей 31 марта в 10 часов. Телефон 273-96-46. Санкт-Петербург. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Полуфинал стартовал с домашней победы. Волейбольная «Динамо» вышла вперед в решающих поединках российской суперлеги. В первом матче серии до двух побед казанские девушки на своей площадке обыграли «Уралочку» НТМК. Нашей команде в последних матчах приходится обходиться без своего лидера. Болгарская доигровщица Элица Васильева получила травму и выбыла до конца сезона. Навязать упорную борьбу волейболистки «Уралочки» смогли лишь в первой партии, которая завершилась со счетом 25-23 в пользу «Динамо». Остальные два сета хозяева взяли более убедительно. Итоговый счет 3-0. Вторая встреча соперников пройдет 29 марта в Екатеринбурге. Аня вышла, Котикова, да, и систематизировала во многом игру. И у нас те задачи, которые должны выполнять основные высокие нападающие, они стали выполнять. Третий и заключительный лыжный старт спортивной серии «Тимурман» прошел в Зеленодольске. Турнир в общей сложности собрал около 800 участников из 12 регионов России. Среди них по традиции были известны общественные фигуры. Первыми на старт вышли дети, самая массовая вновь получилась гонка на 2 километра. И лучшее время здесь продемонстрировали Кирилл Мамкин из «Тетеж» и Карина Гарипова из Зеленодольска. В самом престижном виде соревновательной программы 50-километровой дистанции победу праздновал еж-каролинец Ярослав Ягушин. Свою третью победу в сезоне на 50 километров среди женщин одержала челнинка Рамиля Валеева. К другим темам. Самый юный и самый массовый турнир в Казани завершился чемпионат «Бадминтонная надежда Татарстана». Более 450 участников из 30 районов республики. Такого масштаба не было нигде и ни в каком регионе страны. Всего в течение года будет проведено 4 этапа соревнований. Помимо Казани массовый бадминтон проникся во многие районы республики. Победители соревнований были определены в двух возрастных группах. В одиночном, парном и смешанном разрядах. На протяжении всех четырех туров соревнований будет обновляться рейтинг, лидеры которого по итогам года будут награждены ценными призами. А дальше участников ждут всероссийские старты. Это очень важно для этих детежек, потому что они с удовольствием приезжают в такой большой город, как Казань, спортивную столицу. На основании этого отбора будет формироваться сборная из этих детишек. Это порядка 40 человек, которые будут представлять нашу республику в России. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска изготовитель корпусный мебель на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Весна идет к нам медленными шагами. Из окна по-прежнему зимний пейзаж. Предстоящие сутки в республике будет довольно тепло, но не обойдется без снега. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет облачно. Местами ожидается снег и около 0 градусов. На северо-востоке Татарстана перемена облачность снег и около 0 градусов. На севере республики будет облачно. С прояснениями ожидается снег и около 0 градусов. На север-западе перемена облачность. Пройдет снег. Там температура воздуха составит до 1 градуса мороза. На юго-западе республики тоже ожидаются осадки в виде снега. Там температура воздуха составит плюс 1 градус. В центральном районе республики облачно со снегом и до 1 градуса тепла. В последующие сутки в республике днем пройдет снег. К вечеру же прояснится и немного подморозит. В Казани временами пройдет снег. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров втутного столба. Влажность воздуха 87%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.